Всем привет, меня зовут Антон Акулич, это проект Рэп Ньюс и сегодня в выпуске. Из-за чего Скриптонит и Макс Корш ушли со своих лейблов? Как Гуффи тонул с копией Трэвиса Скотта? У кого Тифест позаимствовал идею новой работы? Также вас ждет мини-дайджест и еще много чего интересного. Хотелось бы сказать спасибо всем, кто поддерживает наши выпуски, комментариями и лайками. Благодаря вам прошлый ролик Рэп Ньюс попал в тренды, и таким образом мы сможем выйти на новый уровень и радовать вас еще больше. Скриптонит покинул лейбл Газгольдер, как это произошло сейчас обсудим, а пока включим вам первый его клип, который вышел под эгидой Газа. Эти ссылки пищат как пейзер, мне нужна сука на рейнже, со мной мои парни, я здесь Пол Маккартни, я блюю Баккарди, мне плевать как тебя зовут. Эта ситуация, конечно, не как у Крида, у которого забирают его псевдоним лейбл Блэк Стар. С Адилем ситуация чуть проще. У него закончился пятилетний контракт с лейблом Бастой, однако он все равно продолжает с ним сотрудничать. Вот только как с букинг-агентством. Влетим к тебе, я никогда не нуждался в туризме, я везу весь плитон в организме, сжечь как в самый яркий раз в жизни. Касбольдер был, задел рецепты, я буду там как под НЗД, и так за 47 и не петты. Поступок стоящего уважения, когда сделав из исполнителя состоявшегося артиста отпустить его в свободное плавание с большими деньгами и связями, которые помогут ему двигаться дальше в том направлении, которое он выберет, при этом не делая из этого шумный спектакль. Тому подтверждение его крайние клипы, которые вышли уже на собственном канале. Рэпер из Павлодара с самого начала своей карьеры пытался помогать своим друзьям и всячески продвигал их творчество. Сейчас у него нет ограничений, и он вполне может открыть собственный лейбл. Как вы могли понять из названия, Макс Корш также покинул лейбл, только не Гас Гольдер, а Респект Продакшн, где создателем был не Баста, а Влади из касты. Нигде об этом информации не было, и мы случайным образом наткнулись на сайт лейбла, где не увидели в списках артистов Макса. А позже и вовсе узнали, что контракт, который подписан в 2012 году, закончился в январе 2019-го. Криптонит с Коржом служит хорошим примером, где две состоявшиеся звезды спокойно покинули те лейблы, которые помогли им обрести популярность. Они смогут исполнять свои старые песни на концертах, так как лейбл не заставлял их подписывать жесткие условия, как это было у Кристины Си и Крида. Только не волнуйся, запей меня, мазать в башню, а 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 в башню. Вот только если у Газа в запасе еще есть Смокемоти, Фест или Матранк, то на Респекте ситуация более плачевная. Каста, Грот, Жара и Чаян Фамоли. Это если не брать в расчет менее известных исполнителей. Я ее балую, 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 я ее балую. Максим двигается дальше и недавно выдал очередной хит под названием «Контрольный», на который сразу же выпустил экранизацию. К слову, это первый клип, который выпущен не на YouTube-канале лейбла Respect Production, а на собственном канале Коржа. Желаем парням удачного сольного плавания, их музыка будет еще долго радовать слушателей позитивными эмоциями. Если на секунду все это отбросить, то на каком лейбле вы бы хотели увидеть данных исполнителей? Пишите в комментариях, а мы идем дальше. Янекс представляет новый трек под названием «Хот», где стреляют полюбившимися панчлайнами и не экспериментируют. Треков от него сейчас выходит не так много, да и хайп начинает утекать. А Янг Яни Бой пока не спешит возвращать былую популярность. Она хочет айфон, но ты купил ей андроид, придурок, яблоком раздора, оказался эпл, ай, нахуй факт боя, ведь у них нету чеков. А вот Флэш нашел свой стиль и вместе со своим товарищем по имени Джизус экранизирует февральский трек. Ведь многим такое не понравится, а кто-то вообще посчитает, что здесь слишком много понтов и все это западная копирка. Но ведь мало кто сможет поспорить с тем, что все сделано качественно и смотреть на такое одно удовольствие. Объективно у Флэша и Джизуса получилось сделать то, что все так любят в западных клипах. Джимбо и Бульвар Депо решили снять видеоработу на композицию мод, в которой Джимбо принял роль Годзиллы и начал разрушать город. Надеемся, видеоработу не заблокируют из-за призыва к бунтарству. И Фест выпустил клип на песню «Люди любят дураков». И если смотреть это без звука, то в голове будет жесткий дабстеп в стиле Макса Коржа. Если вам все это напоминает ASAP Rocky, LSD, то это нормально. Каким-то байтом один в один это не назовешь, но отрицать сходство между работами глупо. Но если у Тифеста уже есть свой стиль, то у Си-4, который выпустил фит с Гуфом, его явно нет. Отсутствие индивидуальности, припев и куплет это напоминает. Продолжение следует... Если личный Домино ищет себя на стримах, то Домино из Фрештайма снова пытается своей пулеметной читкой забраться на Олимп. Сейчас он подошел к этому делу серьезно. Как вы видите, клип снят под формат фильма, и судя по концовке, нас ждет продолжение. Оставь это себе, мы сами знаем, как надо. Узнали актера? Все верно, он также был на клипе с Круджи. А что если Домино станет новым подписантом Black Star? На этом сегодня все, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. С вами был Антон Акулич, до вторника. Пссс, эй, ребятки, ну что, соскучились? Я скоро вернусь. Пока-пока.